Всем доброго дня. Меня зовут Эмин Джафаров. Я работал при службе метро московского фотографом. Я был фотографом шестого разряда. Я не знаю, это хорошо или плохо, но так уж получилось. Я вот честно не знаю, о чем рассказывать, потому что съемки в метро особо ничего себе не представляют. То есть это тот же репортаж, только с более повышенным рисом. Во-первых, фотосъемку в метро разрешили сравнительно недавно, уже при нынешнем… Ну, фотосъемку в метро… Ее разрешили примерно тогда, когда Медведев разрешил съемку на Красной площади. Поэтому как бы снимать сейчас в метро можно всем, а вот видео на самом деле снимать пока что нельзя. Поэтому… Но при этом не препятствует проходу пассажиров и без штатива, и без вспышки. Да, вообще, я могу рассказать о работе пресс-службе, я могу рассказать о том, какие съемки у нас проводятся, для чего они проводятся и для кого. Например, сейчас видно девушку на станции деловой центра, которую мы снимали для департамента транспорта в рамках проекта «Музыка в метро». Вот как раз-таки вот эти фотографии использовались в промо-материалах, и они расходились же и по СМИ. То есть большая часть работы пресс-службы – это как раз-таки создание фотографий, материалов, которые будут распространены в СМИ. Поэтому вот в качестве вот такой вот особенности, по сравнению с просто работой фотографом от какого-нибудь издания уже на месте, это как раз-таки то, что больше ответственность за то, что фотография должна быть более удачной. Наверняка многие слышали эти импровизированные концерты в метро. Именно, как ты думаешь, вообще-то хорошая идея, то, что вот музыкантов с Арбата вдруг загнали в подземелье к вам? Ну, на самом деле, это отличная идея, потому что качество музыки, во-первых, выросло, во-вторых, появилось более-менее какое-то техническое обеспечение. То есть раньше можно было увидеть, например, на переходе с театральной на охотный ряд девушек, которые играют на скрипке, но при этом как бы она была не очень публичной, ее нельзя было никак не сфотографировать, не подойти. То есть все с целью наживы. А тут у музыкантов появились условия работы в метро, они зарабатывают на этом довольно-таки приличные деньги. Вот главный для них плюс, что их никто никуда не гоняет. А как они отчитываются за выручку? Никто не проверяет, сколько они собрали, там налоговая? Вот эти суммы, которые они получают, их на самом деле никто не проверяет. На самом деле концерты все на добровольной основе проводятся, но с возможностью пожертвования. То есть все, что они получают, они забирают себе в карман и уходят либо домой, либо на какую-то другую работу, либо на другую точку. Все точки заранее обозначены. Ну, это так называемые, не знаю, в гоночках их назвали бы grid girls, но такие вот метрополитеновские. Но тут в данной ситуации это скорее всего рждшный. Это пуск поезда красная стрела обновленного, который могу по секрету сказать, так как я уже не работаю в метро, то, что был запущен лишь со второго раза, потому что в первый раз были довольно-таки большие проблемы с его покраской. Честно, он выглядел, будто бы его покрасили обычной кисточкой и гуашью. А ведь это сейчас на фото самое первое депо московского метрополитена, Северное, правильно? Да, депо Северное, оно находится в районе станции метро Красносельская, было открыто, насколько помню, в 1934 году. И на его месте когда-то был большой пруд, и окрестности так и назывались, там Краснопрудная улица, Краснопрудные переулки. Этот пруд засыпали еще до революции, и потрудились над ним инженеры очень долго, лет 10, наверное, его пытались засыпать. Ну вот сейчас там депо… Вот я сейчас еще немного… Ничего не проваливается. Ничего не проваливается в пруд. Да, вроде бы как бы насыпи регулярно обновляются в депо, поэтому как бы на данный момент все окей. Вот немного про депо еще расскажу, чем оно интересно. Именно в этом депо обслуживаются еще поезды, помимо московского метро, другого московского метро, который находится гораздо глубже, и многие называют его метро 2. Именно сюда регулярно пару раз в месяц, обычно по недельникам, в районе 2 часов ночи приезжают мотовозы, как раз с такой вот интересной линии, и обслуживаются обычным самым мотодепо. Вот удалось как раз встретить вот такой вот один раз поезд, правда, снимать его запретили. И как раз рассказывали некоторые байки, что одному рабочему, который пытался снять на телефон, как бы немножко сказали, что так делать не надо, прикладного автомата. Вот такие вот истории нам рассказывал начальник вот этого депо. Ну ты сам видел этот поезд, да? Да, я этот поезд видел. Это, по сути, смесь из поездов, которые ходят сейчас. Он больше похож на Яузу с элементами русича, если знаете, такой по афилевской линии ходит, по кольцевой. И вот с некоторыми элементами от АКИ, новый. Это эпизод строительства? Да, это строительство станции метро Петровско-Разумовская, а именно здесь работают с новыми стрелками, которые врезали как раз при строительстве станции метро. Потому что изначально как бы Петровско-Разумовская, на ней поезда ходили как бы туда и обратно, как раньше. А сейчас с открытием второй станции метро, Люблинская-Дмитровская линия, она сейчас называется просто, по-моему, Люблинская линия, она… Теперь там схема движения, как на Китай-городе. То есть с одной станции можно уехать в одну сторону, а с другой станции в другую. Имен, вот мы только что говорили про Московскую кружную железную дорогу, Московское центральное кольцо. Как ты думаешь, оно будет востребовано, когда введут все новые станции метрополитена? Фактически они дублируют МЦК? Ну, МЦК всегда будет востребовано, потому что оно работает именно как соединение между радиальными линиями. Вот если в данном случае получилось соединение именно серой и салатовой линии, то с другими линиями такого соединения пока что в ближайшие лет 10-15 не планируется. Поэтому вот как минимум на этот срок МЦК еще будет востребованным. Да и думаю, всегда оно будет востребованным, потому что оно находится на поверхности, и, например, тот же велосипед перевезти с одного конца города в другой на нем гораздо удобнее, чем на метро, потому что в метро элементарно с велосипедами нельзя. Да, это большое плюс. Поехали дальше. Это фотография с той же Петровской-Разумовской. На самом деле строителей там было очень много, но найти было их не так просто. Они проводили как раз уже работу по прокладке кабелей, и вот удалось сфотографировать одного из них вот такого вот коллектора, который находился прямо под платформой. Вот это как раз тоже станция Петровско-Разумовская буквально за месяц до открытия. Вот когда посещаешь метрострой, и строители говорят, что откроют станции через 2-3 недели, вот станция выглядит примерно вот так. И вот до конца на самом деле не верится, что станция будет открыта в срок. Но здесь в данный момент, который запечатлен на фотографии, проводятся как раз отделочные работы. Но хитрость метростроителей в том, что станции, как правило, открываются одним вестибюлем, и поэтому открываются они именно в срок. А второй вестибюль сдается гораздо позднее. Может даже через полгода, может даже через год, может даже через 10 лет. Вот это одна из моих самых нелюбимых съемок, потому что меня дернули после работы прямо по пути в аэропорт. Это была дикая жара, по 35 градусов было. Сотрудники ЦОМП, это Центр обеспечения мобильности пассажиров, который помогает инвалидам метро, раздавали пассажирам воду. Но так как у нас был довольно-таки веселый начальник, который хотел показать СМИ, что работают все и работают все очень хорошо, приходилось ездить на съемки и после работы, и ночью, и даже выходные. Поэтому некоторые съемки, несмотря на то, что они были довольно-таки интересными, являются очень любимыми из-за этого факта. То есть у вас там был ненормированный рабочий день? День был крайне ненормированным. А вот это уже какие-то мотовозы пошли. Да, это как раз тот самый день, когда нам удалось пересечься с поездами из метро 2. Это мотовоз, насколько я помню, называется МТК. Таких мотовозов довольно-таки много. По-моему, уже в районе 10 штук, если не больше. И используются они для самых различных целей. В данном случае на них были прицеплены специальные тележки для перевозки рельсов. То есть рельсы довольно-таки длинные, и это было огромное количество тележек. Вот сейчас, по-моему, они должны быть сносились в фотографии. Вот. Много тележек, на которые цеплялись рельсы. То есть рельс довольно-таки эластичная вещь, несмотря на свою прочность. Поэтому переводится она вот таким вот длинным, но довольно-таки эластичным поездом. Какой источник питания? Они же работают без контактного рельса? Да, мотовозы все – это дизельные поезда. Называют их вообще в метро официально хозяйственными единицами. Заправляют их в депо. Но на самом деле, если я раскрываю тему дизеля, то это не последняя вещь в метро, которая питается о дизеле. У метро есть довольно-таки много подземных электростанций, которые предназначены для резервного питания. Например, вот одна совсем находится недалеко, на Коровьем валу в районе метро Повелецкое. То есть если смотреть какие-то внутренние документы, то можно увидеть то, что довольно-таки много дизельного топлива заводится в какие-то жилые дома. На самом деле из жилых домов, прямо из подъездов, можно попасть прямо в районе 50-100 метров под землей. В заложении находятся огромные дизельные электростанции, которые питают метро в случае отвлечения от городской электросети. Вот, кстати, что касается электроэнергии. На самом деле немногие знают, но метро далеко не главный потребитель московской электроэнергии. Кто-нибудь знает, на что больше всего расходится московская электроэнергия? Освещение? Да, это городское освещение. Ну, это как раз, опять же, первое депо. Снято из того самого мотодепо. Можно приближать, интересно? Да, можно приближать. Вот здесь готовятся как раз к отправке мотовозы. А вот если посмотреть левее, то видно один вагон красной стрелы, который уже немножко проржавел, краска его облуплилась. Это тот самый вагон, который был взорван на станции парк культуры. В каком году? В 2011 году. Там велись следственные действия в депо, то есть его туда поставили и там как-то работали с ним, да? Да, работали, но так как следственные действия могут идти десятилетиями, его не торопятся пока что убирать. Также такие действия велись с фотоаппаратом, на который были сниты многие из этих кадров, потому что на этот фотоаппарат были сделаны кадры поезда, который сошел с рельс на перегоне парка Победа Славянский бульвар. То есть вот этот фотоаппарат Nikon D3 из Амалии, из метро, и собственно следственный комитет несколько месяцев на него просто фотографировал. Это я показывал. Вот, кстати, мотовоз. Он только ночью появляется. Днем нельзя увидеть такую технику. Днем мотовоза можно увидеть одно из немногих мест. Это отстойник. Тупики за станции парк культуры. То есть если ехать по направлению, то в принципе из двух направлений его прекрасно видно. Стоит как раз либо вот такой МТК, либо более ранняя модель. Просто без людей, без бригады стоит, отстаивается, ждет своих ночных поездок. Ну а в мае всю эту специальную служебную технику можно увидеть на станции метро Партизанская, на выставке, которую ежегодно проводит Мосметро. На самом деле не всю, а лишь некоторая часть, которая является исторической. Я не знаю, как будет в этом году. Я такой информации уже на данный момент не получаю. Но скорее всего будет на базе ЗИЛа мотовоз, как всегда, и старые поливомоечные агрегаты. На базе ЗИЛа или ГАЗа? Ой, на базе ГАЗа, да. На базе ЗИЛа в метро есть другие агрегаты. Они использовались раньше в депо. И у них помимо шин были еще стальные колеса для передвижения по рельсам. Но они были очень быстро списаны. Это вот как раз мы ждали, когда проедут те самые паровозы. Их называют паровозы, работники метро. Те самые поезда из метро 2. И только после этого мы могли отправляться. Мы ехали в сторону станции Черкизовска. И именно там производился сброс рельс. А уже в следующие ночи их меняли. Вот такие вот карточки удавалось сделать по пути к Черкизовской. Опять же, это была ночная расстановка. То есть поезда ночью некоторые не уезжают в депо, а просто остаются ночевать в туннелях. Там как раз мобильные бригады и проводят такую легкую уборку, но большую чистку с обезаразием проводят только в депо. Вот так вот выглядит кабина машинистов. Слева человек контролирует, собственно, движение, производит сигналы. То есть если какой-нибудь человек обнаружен в туннеле, рабочий путеец, то он сразу включает экстренное торможение и подает ему сигнал. Сколько человек обслуживает мотовоз? Мотовоз обслуживает… Ну, как бы есть локомотивная бригада, это два человека. И два человека как раз-таки производят работы по разгрузке. Помимо… Как бы это те люди, которые приезжают на место, но помимо них есть еще люди, которые уже на месте и уже готовы разгружать все самые рельсы. Мотовоз оборудован кондиционером, что не может не радовать в летние периоды, потому что московское метро и его туннели за 82 года настолько прогрелось, что при работе дизельного двигателя в туннеле находиться в нем просто нереально. Вот эту фотографию я сделал во время пожара на станции метро Выхина. Там сгорело несколько метров кабелей тяговых и из-за этого были просто нереальные перебои на Таганско-Расопресненской линии и без того самой загруженной. Поэтому как бы диким испытанием было просто доехать до места происшествия, не то чтобы оттуда уехать в часы пик. Также в этот день приезжало все начальство. То есть редко можно увидеть, чтобы начальник какой-либо организации приезжал во время чрезвычайного происшествия не на камеры. А вот тут можно было увидеть и начальника метро, и начальника службы пути, электрособжения и других служб. Таня, тут тоже в манишках, да, в жилетах? Да, рабочие находились на рельсах. А начальство под зонтиком, я вижу. Нет, начальство находилось на платформе. Я приехал тогда, когда оно уже поднялось на платформу. Тут особенность данного ремонта была в том, что линию не перекрывали. То есть поезда продолжали движение и просто рабочим приходилось по специальному сигналу убегать с рельс, пропускать поезд и возвращаться обратно, чтобы производить свои работы. То есть сейчас рельс под током и фактически люди рискуют немножко, если что-то… Да, люди рискуют, но эти люди профессионалы своего дела, поэтому на тот момент времени их жизни ничего не угрожало, потому что туда отправляли только самых лучших, как и на происшествия со сходом с рельс поезда. Это тема МЦК, опять же. Не мог сюда не пихнуть ее, потому что МЦК тоже неотъемлемая часть метро и контролируется тоже помимо службы РЖД, служба метро. Это катали журналистов за месяц или два до открытия. Как бы тут много чего не говорили, хотя там был и лайф и другие довольно-таки желтые издания. Можно было заметить, что некоторые платформы находились на гораздо большей высоте, нежели должны. То есть можно было приехать на некоторые станции и увидеть, что платформа находится прямо под стеклом. По итогам того пресс-тура показалось, что МЦК вообще будет невостребовано, потому что настолько унылый пейзаж вокруг был и настолько как-то все невыразительно выглядел. Но вот действительность опровергла. Ну тут даже скорее не то, что невостребовано, но все боялись, как бы его смогли открыть вовремя, потому что должен был Путин, он в итоге приехал, Собянин. Собянин, кстати, лично контролировал открытие МЦК, он приезжал в последних числах августа без журналистов, без никого, даже без особой охраны. Встречался со строителем, встречался с руководством. Я туда попал совершенно случайно во время съемки в вестибюле станции спортивной. И как бы и жители даже могли с ним пообщаться, что самое удивительное. Собянин Суров. Собянин еще будет. Как он общался со строителем? Ну, на самом деле, общение Собянин со строителями это по сути вопросы и нервные взгляды строителей в попытках отчитаться. Сказать, что все хорошо, хотя на самом деле это было далеко не всегда так. Это станция, ой, это не станция, депо Новогиреева проводится обслуживанием подвижного состава. В отличие от других депо, это депо первое, где обслуживание состава производится по контракту жизненного цикла. То есть поезда обслуживают не силами метро, а силами траншманс-холдинга, того же метровагон Маша. Вот эта организация довольно-таки тоже интересна. Я очень хотел в свое время поехать туда на экскурсию, но, увы, не удалось. Как бы, если уж рассказывать про… Даже снимает на камеру. А, ну, тогда, если кому-то интересно, о разных коррупционных схемах с этой организацией я расскажу индивидуально. Это мойка составов. В этом депо она проводится вот таким способом. То есть если в каком-нибудь депо Калужское можно увидеть специальные агрегаты, специальные канавы для этого, как, собственно, на автомобильных мойках, то тут все проводится шлангами и специальными швабрами. Это депо, насколько помню, Замоскворецкое. Эти поезда должны проходить как раз-таки капитальный ремонт и долгое время еще простоят без пассажиров. Они выйдут на линию. Собственно, вот так проводится подготовка состава к выходу на линию. То есть закачивается воздух пневматической системы. Человек, нарушая технику безопасности, пытается починить фару. Вот таким вот способом буквально через секунду ему удалось заставить ее работать. Если уж возвращаться опять к любимым съемкам, то работа пресс-службе – это рутинная работа по фотографированию всяких ремонтов, всяких реконструкций. Поэтому большую часть времени приходилось проводить на ремонте вестибюлей. То есть это вестибюль станции метро Маркситская, отчет для мэра, отчет для Лексутова, главы департамента транспорта. Какие работы были произведены. То есть вот такая вот не особо интересная съемочка. Вот когда я делал вот эту фотографию, меня пыталась отобрать в фотоаппарат какая-то не очень нормальная женщина, которой не понравилось то, что она могла попасть в кадр. Хотя, как видите, в кадр она не попала. Но я напомню, что фотографировать метро официально можно. Но опять же без штатива. Но если есть желание сфотографировать что-то на длинной выдержке, в метро есть много всяких ящиков, выпуклостей, куда можно поставить фотоаппарат и вот таким вот способом сфотографировать. Потому что эта фотография тоже без штатива была сделана. Вот иногда к нам захаживали вот такие вот персонажи. Это певица Лолита. Ее мы фотографировали для корпоративной газеты Майо Метро. Там мы фотографируем всех знаменитостей, которые иногда к нам захаживают. Даже вот можно увидеть здесь еще кого-то. Не могу различить кого. Фотографировал я не я. Алексея Кортнева здесь можно увидеть. Который попал в прошлый номер этой газеты. Куда-то у меня все ушло. Собственно, Лолита женщина довольно-таки веселая. И фотографироваться с газетой в классическом понимании она не очень-то и захотела. Поэтому она сказала, что тут хороший ветер. И, пожалуй, держателем газеты станет мое тело. И вот в таком нарядном костюме она пришла прямо с приема у президента во время вручения автомобилей победителям Олимпиады в Сочи, насколько я помню. Это депо Черкизова. Заезд с линии после утреннего часа пик в депо на обслуживание поезда. То есть этот поезд выйдет уже только следующим утром опять на линию. Но помимо обычных поездов в Сокольнической линии, сюда приезжаются другие поезда. И вот этот поезд, насколько я помню, приехал с Арбатско-Покровской линии. То есть не во всех депо есть оборудование для обслуживания всех типов поездов. Поэтому какие-то поезда приезжают в депо, где они в принципе никогда не появлялись. То есть в депо Черкизова обслуживаются поезда типа номерной 811-118, но туда приезжают и Русичи, и АК, потому что, например, в депо Фили для АК пока что ничего не сделано. А туда она тоже поступает иногда. Это самые обычные субботние, а сейчас уже воскресные, ремонтные работы на станциях метро. То есть это так называемые технологические окна удлиненные. За ночь редко удается что сделать. Например, поменять те же самые рельсы. За ночь довольно-таки трудно, поэтому линия закрывается на 24 часа. И просто делаются нереально огромные масштабы тех самых работ. Сейчас на новых, у меня, к сожалению, сейчас нет фотографий полностью тележки подъемника, сейчас идет побелка потолка на станции Красные Ворота. Красные Ворота, да, или Охотный ряд, честно, сейчас не вспомню. Но если попадете когда-нибудь, скорее всего, попадете на станцию Красные Ворота, то можно заметить то, что плитка на путевых стенах кажется новой, будто бы ее недавно положили. Это сделано экспериментально с помощью специального пароочистителя, по типу тех, которые рекламируют в телемагазинах, только в разы мощнее. Эмин, к сожалению, наш поезд следует в депо, и пассажиров просят освободить вагоны. Вместо президиума должен занять следующий спикер. Сейчас есть вопросы к Эмину? У нас есть время, чтобы… Проключу фотографии еще. Нет вопросов, да? Тогда сейчас Наталья Вершинина. Ну, в принципе, завершу так сказать тем, что на самом деле не посоветую идти в пресс-службу, если нужны какие-то разнообразные интересные съемки, потому что работа довольно-таки рутинная, и фотографировать приходится часто всякую фигню, извиняйте. Всем спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok